Алло Виталий Добрый день, уважаемые коллеги. Мы начинаем пресс-конференцию «Техника есть техника». Новый статус и новое имя Международной академии бизнеса, как это все будет называться, как это все будет, нам расскажут наши сегодняшние гости. Аслабек Базарбаевич Кожахметов, президент Международной академии бизнеса, доктор бизнес-администрирования. Ерлан Стамбеков, директор Палаты предпринимателей Голода Алматы. Арманжан Байтасов, председатель Совета попечителей МАП, председатель Совета директоров UMG Forbes Казахстан. Азиз Арметов, он должен сейчас подойти, это генеральный директор компании «Лимонадов», выпускник MBA МАП, и Мухтар Ликеров, студент второго курса МАП. Также у нас будет по скайпу участвовать Нурлан Иримбетов, генеральный директор Кооперативного фонда Центра социального партнерства при акционерном обществе ФНБ «Самрук Казана». Мы его подключим чуть позже на голос, а сейчас я передаю слово Суббеку Базарбайовичу. Пожалуйста. Добрый день, дорогие коллеги. Сегодня мы пришли с хорошим поводом, хорошей новостью для казахстанского образования. Ну, вы знаете, стало модным как-то все время критиковать за какие-то недостатки упущения образования. Но в то же время я хочу сказать, что образование развивается своими правильными темпами, хорошей поступью. И один из примеров мы хотим вам представить сегодня. Международная академия бизнеса, которая работала под таким названием с 1996 года по нынешний год, на прошлой неделе в соответствии с комитетами, полученными из Министерства юстиции и лицензиями, оформленными министерством образования и науки, преобразовалась в Алматы Management University. Значит, английское название Алматы Management University, казахша Алматы Management University, сокращенное название Алму, как бывает Казну, как бывает Каргу, Алматы, Алме, это Management University. Значит, ну во-первых, Международная академия бизнеса тоже начиналась с Алматинской школы менеджмента, если вы помните. Первые 8 лет мы работали как Алматинская школа менеджмента, но с появлением нового понимания, нового видения, с появлением новых возможностей мы преобразовались в Академию бизнеса, что позволило нам делать программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры. Сегодня новый статус, он связан с теми новыми целями, которые мы поставили, он связан с теми достижениями, которые имеются у МАБа. С одной стороны, МАБ получил, мне кажется, наибольшее количество наград, которые возможно было в образовании. Пресс-релиз у вас у всех имеется, но только за последние 5 лет здесь порядка 10 наград, причем эти награды как от системы образования, в первую очередь я имею в виду международную, как Международная Академия бизнеса, мы ориентировались на международное признание, не сколько на казахстанское, а больше на международное. Мы получили самую престижную награду, АМБА, аккредитация. Это аккредитация программы MBA в Казахстане, это первая программа, которая аккредитована не только в Казахстане, не только в Центральной Азии, но вообще в азиатской части СНГ. С другой стороны, конечно, все национальные аккредитации мы получили, но мы получили аккредитацию и от наших работодателей в этом году. Евразийский бизнес-форум за самый устойчивый бренд в образовании дал такую награду, ТОП-ЖАРГАН, Международной Академии Бизнеса. Звание социально-ответственного вуза, это наша часть миссии. За это звание мы тоже получили награду от Евробак и от Министерства культуры и информации за вклад в развитие гражданского общества. Но и, что необычно для вузов, мы получили также награду от Национальной Лиги потребителей Казахстана. Потребители признали наше качество, работодатели признали качество. Международные организации признали, Министерство образования тоже признало. Это позволяет нам сделать следующий рывок и перейти на команду университета. С одной стороны, у Министерства образования есть квалификационные требования к университетам. Эти квалификационные требования мы перекрыли года два назад. Это и докторские программы, это и магистрские программы, это и количество студентов, это и полученные международные аккредитации. Но именно Алматы Management University мы назвались, потому что мы хотим быть алматинским городом, как бы поднять престиж Алматы. Вы знаете, что в 2017 году ожидается универсиада, мы надеемся, что Алмата станет известной и даст Бог в 2022 году после Олимпиады Алмата будет таким же устойчивым брендом, как другие всемирно известные олимпийские центры. И поэтому мы ориентируемся на Алматы, так же, как Кембридж, Оксфорд, Гарвард, Сингапур. Это просто название города и название университета. С другой стороны, наш университет это профильный университет, это не классический университет. Профильный имеется в виду Management. Университет будет сосредоточен на четырех областях. Первое, это управленцы для бизнеса, ту область, которую мы уже хорошо освоили, но нам есть куда развиваться. С другой стороны, область для подготовки специалистов все возрастающего некоммерческого сектора, НПО сектора. Здесь мы уже являемся первыми, у нас работает такой небольшой центр два года, но мы планируем открыть магистрские программы в этом направлении, сделать докторские исследования в этом направлении. Третье направление, Management в государственном секторе. С одной стороны, мы уже такие программы начали, но мы пойдем еще их более, сделаем спектр программ более широкий, покроем весь Казахстан. И, конечно же, мы хотим, чтобы Management, как наука, получила развитие в стенах нашего университета, на наших докторских программах, на наших исследовательских программах, поскольку мы считаем, что именно Management в Казахстане недостаточно, что ему есть куда развиваться, и мы хотим быть базовым университетом, который поможет экономике Казахстана стать более сильной, более устойчивой. И, с другой стороны, мы ставим такие цели, как создать предпринимательский университет мирового класса, без всяких скидок. Мы хотим создать университет, который построит, внедрит и распространит модель системы управлениями знаниями. Мы много говорим про экономику знаний, но она не работает без модели системы управления знаниями. Мы ставим цель ее разработать. Мы хотим развить инновационный менеджмент в Казахстане, как науку. Это означает, что наука не бывает не национальной, это означает, что мы будем ее развивать на глобальном уровне. Конечно, мы хотим оказать решающее влияние на экономику Алматы, создав на базе Алматы Management University, бизнес-инкубатор, и венчурный фонд совместно с бизнесом. И мы будем проводить бизнес-исследования и консультационные услуги по менеджменту во всем Евразийском экономическом союзе. Сейчас наши амбиции распространяются, начиная с Евразийского экономического союза и на Европу, Азию и весь мир. Для этого у нас будет создано 8 новых школ в стенах Алматы Management University. Среди них будут такие необычные школы, как школа арт и медиа менеджмента. Мы хотим помочь развитию журналистики, развитию медиа менеджмента, развитию артистического менеджмента. У нас много творческих предприятий, творческих в этом смысле бизнесов, но системного образования в смысле управления до сих пор не создано, и мы будем пионерами в этом направлении, и мы уверены, что так же, как мы были успешны в других областях, в этой области мы тоже будем успешны. Мы хотим открыть школу компьютерных наук и электротехники. То есть поскольку по IT мы планируем быть одним из ведущих вузов не только в Казахстане, но и в Евразийском Союзе, то такая школа поможет нам овладеть специальностями будущего. Конечно, у нас будет школа образования, мы уже давно занимаемся образованием, мы давно проводим семинары для ректоров вузов Казахстана, для министерства образования. Ну и одно из интересных направлений – школа права. Школа права, с одной стороны, специальности у нас уже есть несколько лет, теперь мы переходим более системно на школу права. Школа права будет готовить специалистов для, в первую очередь, для корпораций. Это адвокаты, это частные нотариусы, это нотариат, и мы хотим быть специалистами в области частного права. Мы не собираемся готовить судей, прокуроров, криминалистов. Этим будут заниматься другие школы права. У нас у каждой школы есть свое лицо, свое направление, за которое мы не собираемся выходить. Мы ставим цели 2020. 2020 Алматы Менеджмент Юниверситет должно войти в число 200 ведущих бизнес-школ мира. Сегодня мы стоим на позиции 286, нам нужно еще преодолеть 8-6 ступенек. Но, с другой стороны, мы работаем как частное, мы являемся частным образованием, мы не рассчитываем на такое сильное внимание со стороны государства в смысле поддержки, но если такая поддержка будет, мы можем выйти на позицию 150. Спасибо. Спасибо большое. Наверное, Арманджан? Да. Давайте. А потом надо. Доброе утро. Но в первую очередь мне хотелось бы, конечно же, поздравить сотрудников, преподавателей Международной академии бизнеса, президента, исполняющего обязанности ректора, Аславик Базарбович, вас и всех, кто работает, рядом помогает, и, само собой, наш совет попечителей академии с тем, что академия поменяла статус. Мы сейчас действительно встали на новую ступень развития, и то, что сегодня МАП преобразовывается в Алматы Management University, это большой-большой прорыв, и мне очень приятно ощущать, что в этом тоже есть, наверное, и заслуга Совета попечителей Международной академии бизнеса. Вообще, когда мы начинали работать в Совете попечителей, то, конечно же, наша основная цель была, это помочь, как-то приложить свой опыт и помочь в системе образования. И когда мы все соглашались, бизнесмены, мои друзья все соглашались работать в Совете попечителей, мы выступали тоже как пионеры, мы думали, как это будет все получаться, как будут проводиться реформы внутри академии, и на сегодняшний день я могу действительно констатировать тот факт, что и преподаватели, и административная команда МАБа развиваются очень успешно и очень быстро. Те стандарты образования, которые на сегодняшний день есть в МАБе, еще по старинке называем, они очень высокие. Сегодня диплом МАБа, он действительно ценится работодателями, и это является, ну так скажем, очень хорошей стартовой площадкой для того, чтобы начать хорошую карьеру, то есть диплом выпускника МАБа. Также у нас есть цель, она глобальная, большая, и руководство университета эту цель тоже выполняет. Мы хотим, чтобы образование в Казахстане действительно поднялось на новый уровень, мы хотим, чтобы наши дети, наша молодежь стремилась получить образование здесь, внутри Казахстана, потому что у нашей страны действительно огромный потенциал, как преподавательский, так и потенциал у людей молодых, которые хотят учиться, получать знания и преобразовывать дальше нашу страну. Еще раз хочу сказать, что получение вот этого статуса университета накладывает и большую ответственность на преподавателей. Внутри университета существует очень хорошая такая здоровая конкуренция и здоровое желание победить, быть первыми. В прошлом году 29 преподавателей и сотрудников МАБа прошли обучение, причем достаточно длительное, по полгода обучались за рубежом. Я надеюсь, что все новые технологии, которые есть в мире, они будут применены в нашем университете. Еще раз поздравляю вас в первую очередь, да и всех нас, что у нас появился новый университет, Алматы бы предоставить слово Нурлану Кинжибиковичу. Вы слышите нас, да? Пожалуйста, подключите звук. Сейчас, секундочку, секундочку. Есть? Алло, меня слышно? Говорите, говорите. Я вас вообще не слышу, ребята. Слышно? Отрывистые звуки только я слышу и все. Напишите на скайпе, что может говорить. Пожалуйста. А у меня-то хоть слышно? Да, 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 да. Слышно, слышно, слышно. Раз, два. Ну, Рия, позвоните, просто скажите, чтобы он... Я вас только обрывисто слышу, какие-то там фразы и все. Ну, связь такая, что делать. Да. Ну, давайте по телефону, да. Говорите, говорите. Пусть говорится в скайпе. Так, я уже что, включен, что ли? Уважаемые коллеги. Особенность, я хотел бы сказать вам всем большое спасибо за приглашение участвовать в вашем разговоре. Буду краток. К сожалению, за последние годы было девальвировано такое наименование вузы, как академия, университет, да и сам институт. Когда появилось очень много провинциальных вузов, которые открывались где попало, и произошла девальвация вот этого высокого звания. Поэтому я всегда скептически относился к всякого рода новым названиям. Но то, что сегодня становится Международной академией бизнеса, берет новое название, становится университетом, в этом я уже вижу некую академичность. И самое главное, это все было доказано реальным делом. Я живу в реальном мире, живу среди своих родственников, друзей, среди неправительственных организаций. И всегда у меня было на слуху то, что люди доверяют сегодня академиям бизнеса. И вся, вы знаете, фишка в чем МАБа, ну все это для меня еще МАБ остается как бы в голове такой аббревиатуры, заключалась в том, что профессора, учителя, педагоги этого вуза, руководства не уходили в другой мир. Не уходили в другой мир бизнеса, менеджмента, финансов, экономики. И что зачастую у нас в стране иногда бывает, когда выхватывается из контекста развития какой-то страны некая модель и потом вкладывается в развитие то или иного учебного заведения. А мне кажется, что МАБ, субъект Базарбайдж, жили в реальном мире. Они жили в реальном мире, в реальном бизнесе. Они знали эти рынки, эти товарные вещи, они знали взаимоотношения внутри нашей страны, знали законы. То есть, когда люди выходили, выпускники из вуза, они не попадали в какой-то непонятный для них мир. Они жили в этом мире. Да, с его коррупцией, да, с его теневой экономикой, да, с его договоренностями. Но вместе с тем, они жили в реальном мире и находили и хорошие стороны развития нашей экономики, нашего менеджмента, бизнеса. И не обманывая себя, они сегодня растут. Очень многие выпускники МАБа сегодня я вижу здесь, в Астане, во многих правительственных, хороших таких предпринимательских структурах. Я думаю, что это очень хорошее начало. И самое главное, спасибо, что сегодня возрождается, вновь романтизируется, возможно, и придается истинное значение таким понятиям, как академия, теперь университет. И я хочу, чтобы это у нас осталось. Спасибо большое. Если какие-то сейчас будут к вам вопросы, да, вы можете послушать. Хорошо, спасибо. Следующее слово предоставляется... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 о Евразийском экономическом союзе, в котором принимает сегодня участие Россия, Белоруссия и Казахстан. И, безусловно, возрастает роль отечественных предпринимателей, и в том числе мы рассматриваем Алматы менеджмент университет как, прежде всего, предпринимательская структура, и, во-вторых, мы рассматриваем ее как структуру образовательную, которая готовит кадры для отечественных товаропроизводителей и предпринимателей. Ведь сегодня вместе с возможностями, которые нам дает Евразийский экономический союз, безусловно, возрастает такая составляющая, как конкуренция. И мы надеемся, что выпускники Алматы менеджмент университета пополнят ряды квалифицированных и сильных предпринимателей именно казахстанских. Потому что, как мне кажется, Евразийский экономический союз – это всего лишь этап к тому, чтобы мы вышли на дальнейший уровень, это всемирная торговая организация, куда мы обязательно вступим, и, конечно же, конкуренция возрастет многократно. И в этом смысле для нас это этапы. И в том числе, вот как я вижу, сегодняшний не просто ребрендинг, а, как уже было сказано, это выход на совершенно новый уровень, позволит действительно быть адекватными сегодняшней складывающейся ситуации. И я желаю 7 футов под килем, Асулбек Базарбадович. Ну и как палаты предпринимателей, хочу заверить вас, что наши партнерские взаимоотношения будут только углубляться. И мы надеемся, что у нас еще очень много впереди больших, серьезных планов и задач. Мы готовы к сотрудничеству всегда. И вот жму вам руку еще раз от всей души. Спасибо большое. А здесь, пожалуйста, вам слово. Доброе утро, друзья. Хочется поздравить преподавательский состав и руководство МАП. Пока очень тяжело, конечно, привыкнуть. МАП – это уже раскрученное имя. На самом деле 25 лет. Я тут смотрю сходство. Вначале имела название как школа бизнеса алматинская. Была международная академия бизнеса, теперь преобразовалась в Алматы менеджмент университет. На самом деле с этим статусом от всей души хочется поздравить. В этом видно только достижение. И лично мне это пришлось почувствовать на себе. Имея за спиной два высших образования, в 2011 году я познакомился с МАП, так как возникла потребность именно в бизнес-образовании, в частности в управлении. При выборе вузов, конечно же, анализировалась вся ситуация именно в нашем городе. И, естественно, у меня почему-то выбор пал непосредственно на МАП. Так как только переступив порог МАП, я почувствовал, что здесь не только я получу какие-либо знания, а именно тот самый бойцовый дух, который присущен предпринимателю. На самом деле бизнес-образование сейчас играет большую роль в нашей стране. Государством всячески оказываются различные поддерживающие программы для развития малого и среднего бизнеса. Но, к сожалению, особых знаний нет. Сейчас я, насколько знаю, что при дому организованы ЦОПы, центры поддержки предпринимателей. Это тоже один из таких вот поддержек со стороны государства. Но, конечно, мы все понимаем, что нужно получать образование непосредственно от практиков преподавателей. Чем отличается Алматы Менеджмент, Юниверсити. Также хочется отметить такой парадоксальный случай недавно. Я оказался, как соси на любому папе, он редко бывает на родительских собраниях, но я оказался на родительском собрании у своей дочери. И со слов классового руководителя, практически 80% учеников ответило, что они все хотят стать бизнесменами. Но при этом мало кто понимает, что такое бизнесмен. Так вот, теперь я, в принципе, понимая значение Международной Академии Бизнеса, очень рад, что у них есть ответ на этот вопрос, куда пойти учиться. МАП лучший бизнес в нашей стране. Поздравляю с новым статусом. Спасибо. Вопросы, если есть, пожалуйста, можно задавать коллеги. Есть вопросы? Совсем? Полное, полное. Я же знаю, что сейчас нападете на Сулбека Базарбаевича и будете его растаскивать. Нет? Хорошо. А если нет вопросов, а мне есть что-то добавить, я так понял, да? Только в завершение могу сказать несколько слов, которые вот здесь идеи появились. Ну, заметьте, то есть Алматы менеджмент университет, это не просто один, еще там 45-й университет. Во-первых, он покрывает совершенно новую область менеджмента, то есть та область, которая, на мой взгляд, Казахстан очень сильно нуждается. Многие критикуют некоторые этапы развития, некоторую эффективность программ государственных, негосударственных НПО, это все связано с недостатком профессионального менеджмента. Но чтобы этот профессиональный менеджмент был, должно быть его обеспечение, методическое, научное, исследовательское. То есть мы берем на себя эту ответственность. С другой стороны, мы не просто берем, вот так вот захотелось взять, понятно, что за нами 25 лет, но теперь с нами международные партнеры. Открывая новые школы, мы всегда берем зарубежных партнеров очень сильных, обучаем своих и потом открываем. Не просто хотим сначала открыть, а потом посмотреть, давайте главная вязация. Так у нас не происходит. Мы сначала набираем компетенцию, подбираем международных партнеров, вырабатываем в свое видение, казахстанское видение того, как это делается на международной арене. Сингапур менеджмент университет, мы надеемся, будет нашим, называется, близнецом-братом. Сингапур менеджмент университет был создан в 2000 году, и сейчас он ворвался прямо во все рейтинги мира, и в то же время у нас очень хорошее отношение. 9 преподавателей прошло переподготовку там, сейчас 22 руководителя учебных заведений, ректора, проректора, прошли обучение через нас в Сингапур менеджмент университи, и мы вот такое нарастающее сотрудничество Сингапур менеджмент университи планируем сделать. Если мы планируем открывать школу электротехники, то потому что это мы будем делать вместе с французами. Если будем делать школу образования, потому что у нас есть партнер Беркли. То есть аналогично, если мы будем продолжать школу бизнеса, то потому что у нас есть партнер мастерской школы менеджмента. То есть у нас есть не только видение, у нас есть партнеры, мы знаем, как туда идти. И выражение, которое сказал наш студент, очень правильное. Теперь студентам не надо ехать за рубеж. Мы говорили, что на Балашак перестали послать, потому что есть Назарбаев университет. Но мы говорим, теперь уже не только Назарбаев университет есть, есть и другие университеты, которые вышли на серьезный международный уровень, имеют серьезных партнеров. И более того, если поступаешь в Алматы менеджмент университет, ты обязательно будешь учиться за рубежом. Теперь у нас обязательное требование, один семестр за рубежом. Хоть ты бакалавр, хоть ты магистр, хоть ты доктор. Это естественное требование для того, чтобы быть в мультикультурной среде, в разных системах управления странами, разными системами управления бизнесами, чтобы иметь такой глобальный взгляд. В этом смысле Алматы менеджмент университет мы планируем как глобальный университет. И если у нас была, допустим, академия, то по требованиям министерства, то есть нужно иметь докторатуру в одной предметной области. А университет не менее трех предметных областей. На самом деле у нас уже компьютеры, науки, электротехника одна предметная область, школа права другая предметная область, школа государственной общественной политики третья предметная область, школа гуманитарных и социальных наук четвертая предметная область. И у нас появляется право готовить докторантов, докторантуру, которая является источником профессиональных кадров для самой академии бизнеса. Сейчас нет времени рассказать всего, что было сделано за эти годы. У нас структура очень сильно возросла, расширилась, потому что добавляются необходимые на данный момент структуры. Ну, допустим, центр тестирования обязательно, высшая школа повышения педагогического мастерства самого МАМА обязательно, центр академического качества обязательно, центр академической мобильности обязательно. И вот такого рода подразделений очень много выросло, что говорит о том, что мы стоим на твердой базе. Хотя мы получаем название только сейчас, Алматы Менеджмент Университи, но мы готовились к этому, можно сказать, вот эти все 25 лет. И мы хотим, конечно же, создать университет, который прославит и Алмату, и Казахстан, ну и вообще наше государство, и наших менеджеров. Наши менеджеры, которые будут обучаться и за рубежом, чтобы их видели, чтобы они там выступали, и чтобы представители других стран говорили, слушайте, ну это современные люди, они мыслят по-современному, они ведут себя по-современному, и этот университет, он дает первоклассные кадры. Поэтому мы говорим, что мы создаем предпринимательский университет мирового класса, никакого не азиатского, никакого не евразийского, предпринимательский мирового класса. В некоторых областях мы будем двигаться к этим большим целям поэтапно, а на предпринимательском университете мы уже выросли, ну достаточного уровня представления, видения ресурсов, чтобы так заявлять. Я благодарю предпринимателей, которые все эти годы учились, то есть у нас предпринимательской компетенции, сейчас 650 человек учатся у нас на программе MBA, этого нет ни в одном национальном университете Казахстана, ни в одном университете Казахстана. Мы благодарим совет попечителей, благодаря которым мы смогли так вот правильно, устойчиво, стратегически делать только верные шаги. У нас, ну, пока я не вижу таких серьезных ошибок в движении, потому что есть совет попечителей. Он не дает свалиться в какие-то авантюры, он не дает делать слишком рискованные шаги, но в то же время он поднимает задачи. Допустим, требование пойти, это было требование от совета попечителей. Сейчас совет попечителей требует, либо проректор, либо ректор должен быть иностранцем. И это будет сделано в ближайшие 6 месяцев, обязательно. Конкурс был объявлен, у нас 35 заявок, из них 39 заявок, 35 со всего мира. 35, потому что одно из главных требований, английский язык и западное образование. И сейчас идет очень сложный отбор, который организован советом попечителей, и я уверен, что такой совет попечителей, которым мы очень гордимся, вот здесь, кстати, есть материалы, можете взять буклеты на русском, казахском языках, чтобы увидеть, какой совет попечителей, что они нам действительно создают стратегическое видение, такую мощную подушку. Ну, конечно, сама академия выросла, но теперь задачи гораздо более серьезные, мы к ним готовы, вместе с вами давайте пойдем. Мы хотим, чтобы журналисты тоже стали очень, ну, гораздо более профессионально, соответствующие нынешним мировым требованиям, поэтому мы и говорили о том, что мы откроем и школу медиа-менеджмента. Так же, как в образовании, когда очень много критиковали образование и говорили, что сельское образование плохое, мы сказали, а мы тогда будем помогать. Мы взяли Артаутский район, и мы пять лет помогаем этому Артаутскому району повысить качество образования. Когда идет критика журналистов, что они не так пишут, не то пишут, мы говорим, а мы не будем критиковать, мы сделаем школу, которая поможет им поднять профессиональный уровень. Рахмед. Спасибо. Пожалуйста. Микрофон. Интересно, до какого возраста можно у вас обучаться? Вот в мировых вузах этот возраст, по-моему, не ограничен. И второй вопрос, стоимость обучения, насколько она будет приемлема? Ну, во-первых, обучаться можно, ограничений никаких нет, ни по закону, ни по корпоративной культуре МАБа. Но самый возрастной у нас учился 58 лет. Но в первую очередь они учились на программах MBA, Master of Business Administration, которые предполагают большой опыт работы в бизнесе, работать руководителем, и потом получать профессиональное образование по менеджменту. В то же время у нас есть второе высшее образование, на котором средний возраст 30-40 лет. Ну, а первое высшее образование, оно традиционно, где-то люди до 25-28 максимум, но в основном молодежь. Если говорить про цены, то цен у нас очень много. На бакалавриат одни цены, на магистратуру другие цены, на MBA третьи, на PhD четвертые цены. Нас нужно только сказать про примерное позиционирование. То есть мы где-то третьи по ценам в Казахстане, но и третьи, то есть сверху третьи по ценам в Казахстане. Некоторые программы у нас самые дорогие, ну, например, Doctor of Business Administration, дороже нашей программы нету. По бакалаврским программам мы не самые дорогие, но в то же время мы выше среднего сегмента, поскольку я не понимаю абсолютно, когда образование стоит, например, 200 тысяч тенге. За 200 тысяч тенге никакого нормального образования дать нельзя. Это не означает, что у нас очень много людей платежеспособных. Это говорит только о том, что государство, наверное, должно поменять политику и сделать гранты. Не гранты, я считаю, что на государственные гранты учиться должны только люди из социально незащищенных семей. Люди из крепких семей, бизнесмены должны учиться полностью на платной основе, вне зависимости от того, какие они имеют академические успехи. Спасибо. Пожелаем удачи Alma University. Я правильно, да? Молодец, выучил. Выучил? Вот хороший пример. Теперь они называются Alma University. Спасибо вам большое. Удачи. Всем гостям удачи в бизнесе и в жизни. Спасибо большое всем. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok